Ой, как хочется! Сейчас все будем распаковывать. Куда это меня везут, да? Ну, а мы плавно переместились куда? В филармонию. Доброе утро всем. Сегодня 22 декабря. Мы собираемся в ветклинику. Здесь стоит коробочка, что в ней чуть позже расскажем. Баличонку оставляем дома. Куда это меня везут, да? Слышь, сугробы у нас, однако, на него болит. У нас сегодня тепло, минус 4. На литерок. Это, конечно же, лучше, чем минус 35, минус 36. Но, правда, машина сейчас вся в снегу, нужно будет ее почистить. Ну, мы на кармон очередной сдадим анализ. В общем, мы продолжаем свое обследование оливкиных проблем. Продолжение следует... Ну, что, мы вернулись из ветклиники. Бабушку накормили. Бабушка спала до того момента, пока я тут не подошел с камеры. Ну, что, настала пора распечатать посылочку. Ну, как всегда, для наших собак. Да, Балла? Готова. Готова к распаковке. Игрушки. Новые игрушки для собак. Ой, как хочется. Ой, как хочется. Сейчас все будем распаковывать. Торговая марка. Гигви. Очень приятная на ощупь игрушка. Запасные пищалочки. Сейчас Беллочку с ума сведут. Гигви. Это очень популярный бренд. Он уже 7 лет на рынке. Это российский бренд. Все игрушки сделаны из премиум материалов. Все очень хорошо прошито. Все очень приятное на ощупь. Ассортимент у этой торговой марки просто огромный. Вот здесь в голове пищалочка. Ой, ой, ой. Ой, как хочется. Ой, как хочется. Ой, ой. Новый запах, да? Новый запах. Смотрим следующую игрушку. Так, это вот такая длинненькая игрушка. Тоже с пищалками. Эти игрушки продаются практически во всех зоомагазинах. В любой зоомагазин зайдете, там в любом случае найдете в ассортименте эти игрушки. Очень популярные игрушки. Так, Беллочка. У игрушек, у этих доступные цены. Огромный ассортимент. Все игрушки яркие. У игрушек уникальный стиль. Очень красивые игрушки. О-о-о-о. Так, следующую. Еще одна игрушка. У нее также две запасные пищалочки. Эту не будем распечатывать. Она похожа на ту маленькую игрушку. Возможно, наши взрослые собаки не особо охотно будут с мелкими игрушками играть. А вот будущим щенкам, возможно, будет гораздо интереснее. Тоже все пищит. Вот такая Белка. Вот сюда ее. Еще игрушки. Эти игрушки похожи друг на друга. Вот такие интересные игрушки. Давайте распечатаем. Это игрушки-новинки у них. И, кстати, в группу ВКонтакте есть у них. В этой группе очень много разных советов дается. Проводятся конкурсы, розыгрыши. Также отзывы покупателей можно посмотреть в этой группе. Здесь уже ушки шелестят. Здесь пищалочки. Здесь, типа, грызть удобно для зубов при смене зубов у животного. Всякие веревочки, ушки. Такая прям интересная игрушка. Очень яркая и приятная на ощупь. И вот еще одна. Также похожа. Также шелестят ушки для зубов. Также все пищит. Веревочки-завязочки. Бренд Гигли. Оставим ссылочку на группу ВК. В этой группе очень много интересного. Всегда на виднички, когда какие-то выходят, там все публикуется. И, кстати, сейчас там проходит конкурс, в котором вы можете поучаствовать и выиграть какой-то приз для своего питомца. Ссылочка будет, как всегда, внизу под видео в описании. Проходите. Там всегда очень много полезной информации. Смотрите, переходите. Ну, а думаю, вы в любом зоомагазине сможете встретить эти игрушки. И, кстати, знаете, что я заметил, что у каждой из игрушек, которые сегодня были на обзоре, есть потайные карманчики. Они на липучках. Вот, посмотрите. И в эти карманчики можно засунуть, например, лакомство, что привлечет внимание собак. Сейчас проверим. Собакам очень интересно. Запах привлекает. Пытаются найти, вытащить. В общем, прекрасное занятие. Время на часах примерно начало шестого вечера. Мы зашли в Парк Победы. Находимся мы в городе Кемерово, Сибирь, кто не знает. Это Белла. Мы сегодня вышли на прогулку. Вы знаете, у нас сегодня будет традиционная ежегодная прогулка предновогодняя. Мы хотим побродить по вечернему городу. Посмотреть, как здесь все украшено или не украшено. Мы еще пока сами не знаем. Вот такая у нас сегодня погода. Тепло, как вы видите. И это очень радует. Именно такая погода нам, сибирякам, очень нравится. Пусть даже и снежная временами. Сейчас, кстати, чуть-чуть идет снежочек. Но ничего, нам комфортно. Пятница, вечер. Люди с работы едут. Вы сами все видите. Такая подсветка интересная. Это у нас Искитимка. Кстати, вон там виднеется еще один мост. Реконструкция его недавно проводилась. А он, видите, меняет цвет. Здесь уточки. Люди кормят их. Как ест снег, а? Посмотрите, что она делает, а? Ох, шкодница. Впереди. Стройка полным ходом. Но только, честно говоря, у нас Кемерово здесь строят долго. Вот этот тоже объект строится, не знаю, не один год. А, допустим, по меркам Краснодара, там бы уже давно построили. Там очень быстро научились строить. И очень красиво. Комок проглотил. Это постоянно. А дергивать я уже устал. Никак она не хочет сушиться. Ест всю дорогу снег. Хотя вот я взял с собой здесь у меня в сумке вода, пакетики, лакомства взял. То есть полностью подготовился. Но не хочет пить пока. Но думаю, потом захочет. Снежок такой, знаете, сказочный такой, романтичный снежок. Крупный, нечастый. Красивое, конечно, время года. Зима. Есть свои прелести. Да спрашивают, будете вы скучать по морозу, по снежку вот этому скрипучему. Я думаю, что вряд ли. Вот. Сменил цвет на красный. Ага. Ближе подойти. А там дальше мы еще не были даже. Я не знаю, что там дальше. Сейчас пойдем, посмотрим. Вот там еще работы ведутся какие-то. Здесь какая-то то ли дамба, то ли что, не знаю. В общем, как-то все перегорожено. А куда эскетимка уходит, я пока не знаю даже. Так. Опа. Совершенно другое дело, да? Так. Ну, здесь вот видите, стройка идет. А здесь, похоже, тупик. А вот там, похоже, мышка бежит. Я вижу ее. Да. Бежит мышка. Ага. Вон, видите, вон она. Малюсенькая. Не будем пугать ее. Вот так теперь, видите, мы пойдем в другую сторону. Но сейчас попытаемся еще что-нибудь снять. Я тут, наверное, надену пока перчатку. Потому что у меня, видите, рука уже начинает застывать. Хоть и не очень низкой температуры. Мы решили подняться и показать вам сверху, как это все выглядит. А мы пойдем в сторону филармонии. Без 5.12. Ну, а мы плавно переместились куда? В филармония. Вот так в этом году украсили. Дед Мороз, гирлянды. Фонарики сказочные. Бельчонок. В снегу. Мордаха. Перед нами площадь советов. Поставили киоски. Я это издалека увидел. Но я решил не ходить сегодня туда. Потому что в прошлом выпуске мы делали короткий обзор. Показали все по-стандартному. Елка. Ледяной городок. Только в прошлый раз не было людей. А сегодня тепло. И там народ. Но я думаю, что пройдемся-ка мы лучше по набережной. И потом пойдем на Весеньку. Улица Арочная. Здесь старый жилфонд. Старый центр. А мы сейчас выходим на набережную. Это здание совсем недавно построили. Но я думаю, что оно прям так хорошо вписывается. И вот очень интересно подсвечено. Слушайте, здесь вообще очень спокойно. Очень тепло. Даже ветра нет. Речка сейчас замерзшая. Там Московская площадь. Мы снимали. Потом, впоследствии, хотят Московскую площадь. Но, скорее всего, вам плохо видно. Потому что камера отдаляет. Будет соединяться с набережной. Без слов. Как всегда, здесь уютно. Вот такая елочка напротив гостиницы Том. И в ресторане слышны звуки предновогоднего корпоратива. Вышли к вечному огню. До парка чудес мы не пойдем. А пойдем по улице Весенней. По моему мнению, это самая сказочная улица. Самая уютная улица города Кемерово. Кто-то, если из Кемерово, или бывал здесь. Бывал на улице Весеннее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта улица. Даже лужи можно встретить на дорогах. А совсем недавно был мороз. Минус 36. Перед нами драмтеатр. Мы сейчас пойдем вот в ту сторону. Дальше по улице Весенней. Пересечем сейчас проспект Советский. И будем наслаждаться красотой этой улицы. Бульчонка начала уже уставать. То она бежала впереди меня. А сейчас позади. Решил поближе подойти к драмтеатру. Вы знаете, сегодня решил пройтись не по центру этой улицы, а вот по краюшку, чтобы вам показать, как украсили витрины. Мы успешно пересекли улицу Красноармейская. И через площадь Волкова дошли до улицы Зержинского. Сейчас идем по ней в сторону проспекта Ленина. Бульчонка подустала. Послушно бежит рядышком. Выходим на проспект Ленина. Торговый центр проспект начали украшать. Гирлянды повесили. И это еще не все. Украшения продолжаются. Дворами, дворами. Вышли на улицу Сарыгина. ЖК Временно Год. Давайте перейдем дорогу и посмотрим, что там. Мы перешли дорогу специально, чтобы вам показать, что здесь нам открывается. Открывается вот такой внешний вид. Уже успели высадить елочки. Тут вообще еще рабочие. И собаки злые бегают. Друзья, вот так шаг за шагом мы очутились около нашего дома. Вот такая была наша прогулка. Мы нагулялись, устали. Примерно часа два, наверное, гулялись. Не больше, больше, наверное. Постарались вам показать, что нас окружает. Шаговые доступности. Если в двух словах, то, честно говоря, предновогоднего настроения не чувствуется. Украшены главные улицы, как это обычно происходит у нас. Если вам понравилась наша прогулка, пожалуйста, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Припомним, как говорится. На этом все. Счастья, мира и добра вам. Бельчонок, пока-пока. Счастья, мира и добра вам.